Когда имущество супругов делят не поровну. Раздел супругами имущества – процесс, безусловно, увлекательный, но спорный и неоднозначный. Семейным кодексом презюмируется, что совместно наше имущество супругов принадлежит им в равных долях, но далеко не всегда по итогу имущество делится поровну между супругами. В каких случаях это возможно, мы расскажем в нашем сегодняшнем ролике. Самый очевидный случай неравного раздела имущества между супругами – он добровольный. Самый очевидный и при этом не самый часто встречаемый, поскольку требует согласия и единого представления у обоих супругов о том, у кого какое имущество останется, поскольку единодушие в вопросах семейных конфликтов или споров встречается крайне редко. Для того, чтобы добровольно разделить имущество между супругами или бывшими супругами, необходимо обратиться к нотариусу и заверить соответствующее соглашение о разделе. Без нотариального удостоверения такое соглашение не будет считаться действительным и заключенным. Все описанные далее случаи могут быть применены при этом только в рамках судебного процесса о разделе совместно нажитого имущества. Второй случай – он самый неочевидный неравного раздела имущества и встречается тогда, когда это имущество приобреталось в том числе на средства федерального или муниципального бюджета. Например, по программе «Жилище» либо на средства материнского капитала, либо субсидии от различных государственных или муниципальных органов, которые выделены были на семью, а значит подлежащих оформлению в том числе на несовершеннолетних детей. Таким образом, такое жилье подлежит оформлению в общую собственность всех членов семьи, и принцип равенства долей супруга в данном случае действует ограниченно. На практике это реализуется так. Та часть имущества, которая приобретена на целевые средства, делится поровну между всеми членами семьи, а та часть имущества, что не покрывается целевыми средствами, делится уже между супругами пополам. Существует также еще несколько оснований для неравного деления имущества супругов, но на практике они встречаются крайне редко и только по усмотрению суда. Доля одного из супругов может быть увеличена в следующих случаях. Первое. Наличие нескольких несовершеннолетних детей, которые остаются жить вместе с этим родителем. Второй случай – это ребенок-инвалид, аналогично предыдущему пункту, остающийся с этим родителем. Низкий доход родителя, с которым проживает ребенок, неучастие в воспитании и содержании ребенка вторым родителем и личность второго родителя, которая подразумевается, что она не самая приятная. И еще один нюанс – если интересы одного из супругов заслуживают особого внимания. Например, второй супруг явно противодействовал семейному благосостоянию, тратил общие средства на бесполезные дорогостоящие вещи, ничего не зарабатывал. Ну, напоминает что-то, согласитесь. Все указанные случаи и возможности их применения, они очень индивидуальны, и в связи с чем советуем вам обращаться к профессионалам за помощью в таком нелегком и эмоциональном деле, как раздел имущества между бывшими членами семьи. Мы можем проконсультировать вас по любым вопросам в рамках правового поля, можем составить необходимые документы и сопроводить процесс раздела под ключ. Поэтому, если у вас остались вопросы по этой или другим темам, ждем вас на консультацию. Всего доброго и подписывайтесь на канал. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!